Срочные новости. Путин призвал регионы подготовиться к любому сценарию с коронавирусом. Приветствую вас на YouTube-канале «Вокруг свет». Итак, почему же президент России Владимир Путин сделал такое предупреждение? Давайте послушаем. Сегодня, по данным опросов, которые мы проводим, 80-85% заболевших говорят о том, что причиной заболевания является несоблюдение ими масочного режима и участие в массовых мероприятиях. В этой связи я бы еще раз хотела продолжить то, о чем сказали вы вчера на совещании на президиуме Государственного совета. Если мы не хотим тех ограничительных мероприятий, которые у нас были в марте-апреле-начале мая этого года, то мы, конечно, жестко должны соблюдать те требования, которые сегодня мы предъявляем. Это, конечно, масочный режим, социальное дистанцирование и иные меры безопасности. И самое главное, что это нужно для того, чтобы поберечь не только себя и своих близких, но и с уважением отнестись к медицинским работникам, которые как работали на передовой с ковидом, так и продолжают это делать, имея в виду, что сейчас в связи с ростом заболеваемости свободный коечный фон для больных ковидом на вчерашний вечер составляет 31%. То есть заполняемость койки у нас растет. Итак, мы слышим, что по заявлениям специалистов, рост заболеваемостью коронавирусом связан с тем, что население, то есть мы с вами, россияне, не соблюдают социальную дистанцию, не соблюдают масочно-перчаточный режим. И в связи с этим, якобы, очень сильно выросла заболеваемость ковид-19. Но давайте вместе с вами вспомним, что творилось в Крыму, в Сочи, в жару, когда повышенная влажность, вирус должен распространяться намного быстрее, когда люди не соблюдали социальную дистанцию, когда люди не носили, естественно, ни маски, ни перчатки, но почему-то по каким-то загадочным причинам этого всплеска роста заболеваемостью коронавирусом не наблюдалось. А здесь осень, здесь народ уже вернулся с отпусков, и они говорят, что рост коронавируса связан именно с безответственностью населения, как, собственно говоря, можно интерпретировать. В Москве мы наблюдаем большое число зараженных коронавирусом. «Регионы должны быть готовы к любому развитию ситуации», заявил президент Владимир Путин. Его цитирует ТАСС во вторник, 29 сентября. Итак, мы видим, что президент России заявляет о том, что регионы должны быть готовы к любому развитию ситуации. О каких развитиях ситуации он говорит? Это введение жестких ограничительных мер, это введение QR-кодов, как это было, это штрафы, которые были, это избиение народа полицейскими, ОМОНовцами и Росгвардейцами, как это было, или выход на прогулку с разрешения Собянина СС по его составленному им же графику? О каком развитии ситуации говорит именно президент? Владимир Путин призвал врачей и власти всех уровней предлагать населению необременительные меры и средства защиты. Глава государства добавил, что понимает россиян, уставших от защитных масок, но вирус очень опасный противник. Скажите, пожалуйста, есть ли один врач на всей планете, который может заявить, что маски 100% защищают от заболеваемости? Или маски 100% защищают от распространения? Для чего нужны перчатки, вообще не понятно. И как такое может быть, когда в Крыму, в Сочи не соблюдали ни масочный, перчаточный режим, ни социальной дистанции никто не соблюдал, почему всплеска не было. Как это можно объяснить? Далее Рамблер пишет, что в России за сутки зафиксировали 8232 новых случаев заражения коронавирусом в 83 регионах страны. Всего с начала пандемии выявлено 1 167 805 случаев заражения коронавирусом во всех субъектах Российской Федерации. Итак, самое главное, на что нам говорят, что маски нужно носить. Но никто не напоминает, что маски нельзя носить более чем 2 часа. Их регулярно нужно менять. Или специалисты об этом забывают? Перед нами голосование от Рамблер. Как часто вы меняете маски? Первый вариант раз в 1,5-3 часа. Второй вариант раз в 4-5 часов. Третий вариант раз в 6 часов. Четвертый вариант. Ношу одну маску в течение дня. Одна маска для одного дня. Пятый вариант. Ношу одну маску каждый день. Одна маска на все время. Очень много, я знаю, людей, у которых одна маска на все случаи жить. Они носят в кармане одну и ту же маску чисто для того, чтобы их не оштрафовали. Для того, чтобы им купили продукты в магазине. Заявляя о том, что мы не обязаны носить маску, почему-то они забывают заявлять о том, что эти маски нужно менять. Иначе сама маска превращается в разносчик этих вирус-бактерий, крайне опасных, которые губят иммунитет человека. Об этом они молчат. Также они молчат о пользе перчаток. Ведь мы знаем, что этот вирус, как они сами говорят, распространяется воздушно-капельным путем. То есть через слизистые. На руках, как нам известно, слизистых нет. Вы представьте, вы дотронулись до чего-то. Эти перчатки сняли, положили в карман. Или даже в этих перчатках вы залезли себе в карман. Потом сняли перчатку и уже чистыми руками залезли в карман. Вирус на руках, на руках. А перчатка вас спасла? Нет. Кто-то говорит, что перчатки и маски это очередной чей-то бизнес, на которых они делают очень хорошие деньги. Поспорить с этим весьма сложно, потому что себестоимость масок составляет 2-3 рубля. А продают их по 30, по 50, порой даже по 100 рублей. Такой наценки нет ни на одних товарах массового потребления. И в данный момент эти маски, перчатки просто уходят на ура. Иначе вас не пустят в помещение, иначе вас оштрафуют. Вы представьте, какие сверхдоходы получает тот, кто производит и продает эти маски. Итак, давайте посмотрим, как же россияне носят эти маски. Как часто вы меняете маски? Полтора-три часа, четыре-пять часов, шесть часов, одну в течение дня и одна на все случаи жизни. Давайте посмотрим, как отвечают россияне. И мы видим, что подавляющее большинство носит одну маску. Это и смешно, и плачевно. На самом деле, виноват не народ, а виноват как раз-таки власти. Виноваты то здравоохранение и тот ВОЗ, который заявляет о том, что необходимо носить маски, но скрывает тот факт, что маски просто бесполезны, если их носить более двух, там, трех часов. И тем более, они вредны, что самое опасное. Мы видим, что подавляющее большинство, это 66% населения России, носят одну маску каждый день. Одна маска на все время. Чуть меньше 21% носят одну маску в течение дня. Одна маска для одного дня. А все остальное, это уже 8-3-2%. То есть получается, что именно благодаря вот этим маскам люди могут заражаться. Как вы считаете, почему здравоохранение представителей Минздрава Российской Федерации об этом умалчивают? Какова их цель? Все-таки предотвратить распространение коронавируса? Или помочь распространиться? Напишите свое мнение в комментариях, делитесь этим видео и подписывайтесь на канал. Мы будем следить за новостями. Всего доброго и до новых встреч. По данным опросов, которые мы проводим, 80-85% заболевших говорят о том, что причиной заболевания является несоблюдение ими масочного режима и участие в массовых мероприятиях. В этой связи я бы еще раз хотела продолжить то, о чем сказали вы вчера на совещании на президиуме Государственного Совета. Если мы не хотим тех ограничительных мероприятий, которые у нас были в марте-апреле-начале мая этого года, то мы, конечно, жестко должны соблюдать те требования, которые сегодня мы предъявляем. Это, конечно, масочный режим, социальное дистанцирование и иные меры безопасности. И самое главное, что это нужно для того, чтобы поберечь не только себя и своих близких, но и с уважением отнестись к медицинским работникам, которые как работали на передовой с ковидом, так и продолжают это делать, имея в виду, что сейчас в связи с ростом заболеваемости свободный коечный фон для больных ковидом на вчерашний вечер составляет 31%. То есть заполняемость койки у нас растет.